Сатана будет атаковать вашу верность. Но помните, Иисус сильнее сатаны. Иисус поможет вам возрастать по мере того, как вы будете питаться твердой пищей Божьего Слова. Второе послание Петра, 3 глава. Мы подошли к самой последней проповеди в серии, которой я дам название «Никогда не поздно». Потому что пока вы дышите, еще не поздно. Если вы не обратились к Иисусу и не приняли спасение от Него, то еще не поздно сделать это. Еще не поздно обновить ваш завет с Богом, если вы отступили от Него. Еще не поздно снова посвятить свою жизнь Христу и не поздно поставить целью для себя. Выяснить у Бога, какие Он ставит цель для вашей жизни на этой земле и быть послушным Ему. Последнее, что говорит в этом послании апостол Петр, он моляет братьев и сестер распознавать времена, в которые мы живем. Быть бдительными и осознавать, что грядет день суда. Быть на чеку и не идти на поводу у лже-проповедников и лже-учителей. Помните, что дни лукавы, и что однажды наступит день, когда на землю придет наш Господь. Я надеюсь, что вы уже открыли вместе со мной третью главу, 2-го послания Петра, 10-й стих. Второе пришествие Христа многих застанет врасплох. Именно об этом здесь и говорится. «Придет же день Господень, как тать ночью». Это значит «вор ночью». И тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся. «И земля и все дела на ней сгорят». Тех, кто воздвигают себе памятники и строят планы на будущее без Бога. Тех, кто так занят в этой жизни и кто полностью поглощен удовольствиями этой жизни. Петр говорит, что все это сгорит. Он не сам это придумал. Он слышал это из уст самого Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, 24-й главе, 44-м стихе, Иисус говорит, «В который час не думаете, придет Сын Человеческий». Петр говорит об этом, потому что он слышал это из уст самого Господа Иисуса. Иисус сказал, «Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Многие из вас делились со мной, что некоторые из ваших родных неверующие, и вам от этого грустно. Вот что я хочу вам сказать. Это мой личный совет. Это то, чему я научился за годы своего служения. Если у вас есть неверующий член семьи, вам нужно один раз рассказать этому человеку об Иисусе. Вы слушаете один раз. Не нужно их толкать. Расскажите им об Иисусе один раз. Но никогда, слышите? Никогда не переставайте молиться за них. Наш Бог великий, и Он милостивый Бог. Он Бог благодати. Он не только слышит наши молитвы, но и отвечает на них. В первом послании к Коринфянам, в седьмой главе, сказано, что если один родитель неверующий, то он освящается верующим родителям. Это мне говорит о том, что в верующих семьях неверующий человек имеет особое место. Если вы не сдаетесь, но продолжаете молиться об этом человеке, не опускаете рук, молитесь и молитесь, то я не раз видел своими глазами, как люди обращались к Богу через много лет. Я умоляю вас, не переставайте молиться. Бог ответит на ваши молитвы, поэтому Петр обращается ко всем нам, познавшим и возлюбившим Господа. Он призывает нас выстраивать всю нашу жизнь в свете того, что однажды наступит это великое событие. Грядет Божий суд. Это факт. Такой же факт, как и тот, что Бог есть. В одиннадцатом стихе он говорит, поскольку суд неизбежен, то каким должно быть наше хождение пред Богом, каким должен быть наш образ жизни в свете второго пришествия Христа, как мы должны светить тем, кто вокруг нас, чем должны отличаться. Он перечисляет две вещи. Во-первых, он говорит, что мы должны жить свято. Что это означает? Некоторые уже успели придать слову «святой» негативный окрас. Но слово «святой» — это прекрасное слово. Оно означает, что мы отделяем себя для Бога, чтобы Господь мог использовать нас уникальным образом. Вы должны отделить себя для Него. Если ваш язык отделен для Бога, вы будете благословлять, а не проклинать. Если ваши деньги отделены, то вы будете использовать их во славу Божию, а не на что-то тривиальное. Если ваше время отделено для Бога, вы будете проводить Его служа другим, поддерживая и вдохновляя людей. Вы будете вести благочестивый образ жизни. Ну и, во-вторых, Он говорит, что мы должны жить с ожиданием. Ожидать возвращения Господа. В прошлый раз я обсуждал с вами притчу о десяти девах. Иисус говорил о том, что телесно они не спали. Мы можем спать, когда Христос придет. Он может прийти днем, а может и ночью. В нашей части света мы можем еще спать, а в другой части люди уже проснулись. И наоборот. Поэтому обычный сон телесный не имеет здесь большого смысла. Он говорил о том, что нужно быть духовно бдительными и жить в духовном пробуждении, в ожидании пришествия жениха. Пять дев были готовы. Телесно они спали, но они приготовили себя. Как только пришел жених, они приступили к действию. Они зажгли свои светильники и были готовы идти навстречу. Другие же пять были подобны тем, кто вроде бы ходит в церковь и называет себя христианами. Они понимают, что это может произойти, но надеются, что до этого еще очень далеко. Они не думают о пришествии, но фокусируются на повседневной жизни. А все важные духовные вопросы отложили на «когда-нибудь потом». Вот в чем разница между теми, кто ожидает Иисуса, и теми, кто нет. Между теми, кто ожидает Его, и теми, кто совершенно погряз в житейских вопросах. Между теми, кто ожидает пришествия Его, и теми, кто совсем позабыл о Господе. Петр делает здесь заявление, которое может вас удивить. Но когда я читал это впервые, меня это вовсе не уделило. Тут сказано «ожидающим пришествия Христа». В других переводах – «ускоряющих пришествия Христа». Разве можем мы чем-то ускорить Его пришествие? Я объясню вам, что здесь имеется в виду. Вместо того, чтобы бояться неминуемой гибели мира, мы должны ожидать этого. У нас есть повод ожидать этого дня, и нам не стоит его бояться. Мы можем ускорить пришествие Господа, если будем молиться, «Да придет Царство Твое». Если мы будем молиться, как я говорил в прошлой проповеди, «Маранафа», что значит «Гряди Господь Иисус». А также, помимо того, что мы должны быть готовы и должны молиться о Его пришествии, мы должны возвещать о Нем. послушайте меня сейчас. Церковь Иисуса Христа должна быть духовным роддомом, где слышны крики младенцев, рожденных во Христе. Церковь — это не сельский клуб для духовно жирных котов. В Церкви Иисуса Христа должны всегда быть новые верующие. Но мы с вами прекрасно знаем, что не у всех людей мудрый подход в том, как говорить людям об Иисусе. Некоторые делают это неумело. Вы должны рассказывать о Христе так же естественно, как говорите о погоде и о семье. Это должна быть обычная беседа. Мы живем в постхристианскую эру. Вокруг нас люди мало что знают о библейской истине. Мы должны начать беседу естественно. Не нужно делать это заумно. Не нужно никого заставлять что-то делать. Но я знаю христиан, которые подобны арктическим рекам, как устья этих рек, уста этих людей заморожены. Они никогда ничего не говорят. Вокруг них полно неверующих людей, которые хотели бы знать о Боге, но от них они не слышат о Нем. Я благодарю моего Бога за каждого из вас, кто не умолкает, напоминая о Господе. Кто постоянно рассказывает людям о Христе. О, как я благодарю Бога за тех, кто постоянно озадачен тем, чтобы приводить людей ко спасению. Я благодарю моего Бога за всех вас, кто использует любую возможность, чтобы рассказать людям о любви Христа. Петр говорит, что мы можем ускорить пришествие Христа, возвещая Евангелие. Иисус сказал в 24 главе Евангелия от Матфея, что проповедано будет сие Евангелие Царства по всей Вселенной. Вы свидетельство всем народам. И вот тогда придет конец. Почему вы думаете, мы транслируем нашу программу 2300 раз в неделю на 26 языках? Мы хотим ускорить пришествие Иисуса. «Так точно хочу сделать все, что зависит от меня, чтобы ускорить его пришествие». Вы спрашиваете, «Как мне говорить людям об Иисусе?» Здесь Петр использует слово «мир». Это мир в сердце, который приходит от того, что вы примирились с Богом по этой причине. Когда у вас мир с Богом, все остальное встает на свои места. Он говорит о мире, который приходит вместе с полной уверенностью и верой в спасение от Господа. Это тот же мир, о котором апостол Павел говорит в послании к филипийцам. «Не забудьте с ней о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Это 4 глава, 6 стих. И это слово «мир», мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваше и помышления ваше во Христе Иисусе. Петр говорил о том же мире, о котором здесь говорит Павел. Этот мир изгоняет всякие земные страхи и беспокойства, и страх пред судом. Этот мир приходит, когда вы знаете без тени сомнения, что вы вовеки прощены и что вы вовеки искуплены, что вы навеки спасены и навеки оправданы пред небесами. Знаете, что вы вовеки отделены для особого употребления Господу. Какие бы катастрофы или космические катаклизмы не происходили, какие бы трудные времена не ждали нас впереди, мы имеем твердое упование на Господа Иисуса Христа. Я размышлял о тех людях, кто заботится только о земной, только о бытовой части жизни. О земной суете вместо того, чтобы строить свою земную жизнь в свете вечности, которая нас ожидает. Таких людей хватает даже в церквях. Я подумал об одной провинциальной церкви, в которой есть такая традиция. Все диаконы сидят на первом ряду. Они всегда отвечают на то, что говорит проповедник. Они реагируют. И вот однажды проповедник говорил о великом судном дне. Я не хвалю и не критикую его богословие. Я просто рассказываю вам то, что было. Он начал проповедовать. И диаконы кивали и кричали «Аминь!» Они поощряли все, что он говорил. Он сказал так, «Наступит день, когда мы проснемся, и будет очень, очень темно. Тьма посреди дня». Один из диаконов воскликнул «Избави нас, Господи!» А в этот момент проснулся задремавший церковный казначей. Мы поднимем трубку и позвоним в Гонконг. Они скажут, «У нас здесь очень темно». Вскричал другой диакон. «Помилуй, Господи!» Пастор сказал. «И мы позвоним в Гонолулу». Они скажут, «У нас здесь накрыла тьма». Еще один в диакон крикнул, «Помилуй, Боже!» Пастор сказал. «И также мы позвоним в Москву». И они скажут, «У нас здесь тоже очень темно». В этот момент подскочил казначей. Он не выдержал и воскликнул. «Господь!» «Какой же придет счет за звонки?» Петр не оставляет нам сомнений, что он желает, дабы всякий верующий в Иисуса Христа жил каждый день своей жизни, ожидая возвращения Господа, чтобы вся их жизнь, их бизнес, их поступки и все, чем они занимаются в жизни, они делали во свете пришествие Господнего. Я знаю, что в 21 веке, в особенности на Западе, мы настолько погрязли в политике, экономике, всем, что касается жизни на этой земле. Мы не думаем о вечности. Мысли о вечности считаются чем-то странным. Попробуйте заговорить о вечности с неверующими людьми. Это странно для них. Поэтому, умоляю вас, друзья, убедитесь в том, что вы живете непорочной жизнью, и что все, что вы делаете, вы делаете во свете пришествия Христа. Это не мои слова. Так говорит Слово Божие. Что Петр имеет в виду под непорочной жизнью? Что мы совершенны и безгрешны? Нет, послушайте. Мы ежедневно обликаемся в праведность Иисуса Христа. Наша собственная праведность не способна приблизить нас к небесам даже на миллиметр. Но праведность нашего Господа Иисуса Христа, которую Он дает каждому верующему, отдав Ему все, раскаившись и приняв Его прощение, Он дарит нам одежды праведности. Именно поэтому, когда Отец смотрит на нас, Он видит нас совершенными, потому что Он смотрит на нас сквозь призму Иисуса, видит одежды праведности Иисуса на нас. Иисус говорил об этом в притче о брачном пире. На этот пир пытались войти те, кто не одел праведные одежды Иисуса. Есть такие прихожане, такие христиане, которые думают, что у них все схвачено, но на той стороне их ожидает шок, потому что они не одеты в одежды праведности, которые даровал им Иисус. Ну, послушайте, одно дело получить праведность, придя к Иисусу, и совсем другое дело ежедневно облекаться в праведность Иисуса. Каждый день, постоянно. Послушайте, я честно скажу, что всякий раз, когда я попадаю в какие-то неприятности, это происходит потому, что я не облегся в праведность Христа. «Я решил, что и сам справлюсь, что это мне под силу самому. Поэтому помощь Бога не нужна, я падаю лицом в грязь. Это происходит и с вами. Я просто честно признался». Петр затрагивает великую истину, о которой говорил и Павел. Если мы сопоставим послание Петра, Павла и Иакова, мы поймем, что они говорят об одном и том же. Эту истину трудно принять в нашем обществе сегодня. Может, это и есть признак конца времен? Меня спрашивали об этом в радиопрограмме. В это трудно поверить, но статистика говорит, что 15, а то и 25% евангельских верующих не считают, что Иисус это единственный путь в небеса. что с этим делать? Когда я это услышал, я чуть не заплакал. Но то, что происходит, должно стать для нас предупреждением. Не стоит злорадствовать над теми, кто не понял истину. Принять истину сложно. Библия говорит, что путь на небеса узкий. Если вы хотите взять с собой все свое добро, не получится. этот путь слишком узкий, но широк и пространен путь, ведущий в погибель. Истина в том, что есть лишь один путь к Отцу. Он лежит только через Иисуса Христа. Эту истину трудно принять. Иисус единственный Сын Божий. Он единственный Искупитель. И только Он может искупить каждого, приходящего к Нему. Иисус был рожден от Девы. Он был распят, умер и был погребен. Иисус воскрес в третий день, и скоро Он придет, чтобы судить живых и мертвых, в особенности тех, кто отказывается прийти к Богу. Трудно принять путь Иисуса. А вот что здесь говорит Петр. Многие из этих истин сложно принять и уразуметь. Поэтому я всем сердцем верю, что такие фильмы, как фильм «Хижина» это ложь из самого ада. Это еретический фильм, обольщающий многих прихожан церквей. Они пытаются смягчить истину, замаскировать ее. Вместо того, чтобы говорить о Боге Всемогущем, который стал человеком, чтобы искупить нас, они сотворили Бога по своему подобию. Бога, который служит нашим прихотям по первому зову, тогда как это мы должны служить Богу в трепете и благодарности за наше спасение. разумеется, есть вещи, которых мы не знаем и которые нам не дано уразуметь. Я не знаю все об этом, но слава Господу, грядет день, когда я буду знать все, его тоже. В двух последних стихах Петр буквально дает нам между глаз. Лжи учителя уведут вас от Бога, и тогда ваша погибель неминуема, в день суда. Но вы все мы не позволяете им снести вас с ног. Не поддавайтесь хитрым обольщениям. Не идите у них на поводу. Не верьте их пустышкам, но будьте постоянны и непоколебимы в истине и в вере самого Бога и вы и вы каждый услышьте меня. Сатана будет нападать на вас. Если вы этого не видите, значит с вами что-то не так. Сатана будет атаковать вашу верность. Но помните, Иисус сильнее сатаны. Иисус даст вам победу над сатаной всякий раз, когда вы будете обращаться к нему. вы будете возрастать в Его благодати по мере того, как ежедневно будете проводить время с Иисусом. Иисус поможет вам возрастать по мере того, как вы будете питаться твердой пищей Божьего Слова. Вам не нужны пустышки и подделки. Пребывайте в Слове каждый день. Питайтесь только Его Словом. Практикуйтесь в том, чтобы слышать Его голос и повиноваться Ему. Сделайте все, чтобы не потерять свою награду. Вот о чем он здесь говорит. Бойтесь, чтобы не упасть. Если сам Павел говорит, я хочу до конца остаться верным, чтобы не оказаться человеком, который всем проповедовал, а сам потерял свою награду. Он говорит, не потеряйте своей награды. Держитесь истинно и не сдавайтесь. Иисус говорил, продержитесь еще немного. Все гряду скоро. Обязательно дождитесь. Я готовлю вам место. Не поддавайтесь искушению выбрать более легкий путь. Будьте терпеливы. Награда моя со мною. Я дам вам ее за вашу верность. Но более всего те, кто любят меня, те, кто любят и ожидают пришествия Его, воскликнут «Приди, Господь Иисус!» Давайте вместе скажем эти слова. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом.